Ребята, всем привет! С вами канал Будда Гриш. Ну, вот для кого-то праздник 9 мая, День Победы, да, это действительно такой священный праздник, имеющий колоссальнейшее значение, но для некоторых звезд шоу-бизнеса, как показал их Инстаграм, это способ просто-напросто пропиариться и выставить какие-то, так сказать, свои, не знаю, там, качества, опять-таки, исходя из своих узкоростных целей. О чем я говорю? Есть такая, как ее называть, светская львица Виктория Боня. Ну, я не знаю, светская львица или не светская львица, по мне, так это просто девушка, которая была на Доме-2. Значит, вот она сделала ролик к Дню Победы. Ну, многие звезды делают, знаменитые люди, звезды, действительно, которые мы можем сказать, что это звезда. А такие люди знаменитые есть, для меня, по крайней мере, есть знаменитые люди, которых я могу сказать, что они с 9 мая поздравили, сделали какой-то ролик поздравить, но это настоящие звезды. Значит, ну вот Боня выложила ролик в Инстаграм, мы будем говорить о Бонне и о Бузовой, но на их примере, в принципе, вы можете посмотреть, какое количество выложили наши знаменитые люди нашей страны, роликов абсолютно несоответствующих, так скажем, святости этого праздника. Она написала, я посвящаю это видео, она видео выложила, в светлую память, я посвящаю это видео в светлую память всем нашим бабушкам, дедушкам, которые подарили, в общем, значит, весь вопрос в том, что в таком мини-клипе, в котором она снялась, вот пишут в клипе на спящую в белой кружевной сорочке Викторию Боню, она, типа, олицетворяет, как бы, собой девушку, которой, вот, кстати, война начинается, падают комья земли, якобы от взрывов, то есть начинается с того, что она лежит в ночнушке, спит, так сказать, это понятно, что это она, и самое главное, геолокация стоит, знаете, какая? Канны, представляете? Геолокация, люди вот пишут в основном, что геолокация просто жесть, Канны, представляете, почему? Потому что в видеоролике, вот вы скажете, что ты докопался до ее, этого видеоролика, в этом видеоролике, понимаете, она показала в кратком видеоролике, как бы, все свои возможности для, она же все не может более никак пробиться куда-то там, в клипе снятся, или там запеть она не может, не у голоса там, не очень, вот, ну, сейчас, в принципе, голоса не нужно, чтобы запеть, как раз пример Бузовой, но, тем не менее, поклонников у нее этого не меньше, да, и самое страшное, что среди подрастающих поколений, значит, или там в кино вот ей хочется все стяться, там где-то, Канны, понимаете, то есть она показала, то есть это, понимаете, говорит о том, что не то, что человек сделал праздник 9 мая, сделала там Москва, там, не знаю, там еще что-то там, ну, как-то действительно, там, не знаю, Рейхстаг напишет, там еще что-то там, нет, Канны, чтобы по геометке, ну, какие-то, вы знаете, там проводится Каннский кинофестиваль, какие-то актеры, может быть, режиссеры, находили по этой геометке, соответственно, и увидели вот такое вот ее видео, и увидели, оу, кто с этим, актрис, 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 девушка, так сказать, понимаете, и пригласили, наконец, сняться, но дебилизм этого видео, он зашкаливает, потому что она лежит в белой кружевной сорочке на кровати, и типа на нее начинает падать комья земли, это выглядит просто каламбурно, если хотите, можете зайти, посмотреть, героиня с распущенными волосами куда-то бежит, падает, и потом, самое интересное, на ней попредметно оказывается военная форма, а в руках ружье, то есть она как будто в белой сорочке, бежит по лесу, и мгновенно, как будто на ней оказывается военная форма, которую она застегивает, и тут она уже в военной форме, понимаете, в чем дело? Значит, ну, многие написали, что, особенно мне понравилась геолокация, Канны пишут, очень к месту, значит, ну, пишут, не зашло вообще, значит, как ты сегодняшний барышня с губами и сделанными скулами под девушек войны, ну, совсем смешно смотрится, господи, извините, Виктория, но это дно, это люди пишут в комментариях, понимаете, настолько видно, что вот это вот мода, на вот это вот, утянутые вот эти вот скулы, как делать скулы, знаете, вот так вот, вот эти губки, вот эти вот вытянутые, вот этот дакфейс, который уже давно в таких, я читал, мне просто попалась статья на глаза, давно уже этот дакфейс, эти утиные губки, сейчас, слава богу, сдули уже все, одно время надули все, как эти, знаете, как будто бы где-то аппарат какой-то стоит, что девушка заходит и поддули губы, она вышла, и вот все под копирку, и вот этот вот образ, втянутые щеки, скулы вот эти сюда, и вот эти губьёхи, понимаете, вот эти губьёхи, это настолько просто, ну, я не знаю, это настолько смотрится не натурально, не естественно, этот дакфейс, еще, не знаю, года 3-4 назад, 5, может быть, лет назад, в развитых странах, он уже ушел в прошлое, то есть его, наоборот, губы делали натуральными, натуральными, наоборот, натуральная красота, она самая красивая красота, натуральная, а у нас, наоборот, в это время, как раз мы же отстаем всегда, старались как можно сильнее накачать, понимаете, как можно сильнее сделать это все, сейчас, слава богу, я смотрю, тоже очень мало уже осталось, совсем уже есть, кто там не может остановиться, уже вот так вот висит, вот, но в основном все-таки уже выкачали все это дело, слава богу, и, конечно, когда видно, что что-то такое подобное имеется в изменениях да то есть там сделала иринопластика но сделаны там губы там скулы и и вот в это в гимнастерке пойти это настолько смотрится вот ну ладно в жизни там но вот с войной связан это просто отвратительно реально смотрится и вот когда в конце взгляд в камеру вот прийти но но люди вот люди пишут это не мое мнение это вот пишут люди но у меня мнение такой же принципе значит вы можете зайти посмотреть здесь вот есть я говорю канная геолокация а насчет фотки с губе хами собственно говоря я говорю вот примерно такой взгляд ради то есть все показать границы талант я не против нет может быть талантливый человек я не ни в коем случае не осуждаю никогда плохой скажу но значит ну камни но ну прякину ладно короче хуже может быть только конечно же бузова значит маникюр и ювелирка называется бузова в образе военной медсестры но посмотрите вы можете представить вот вот здесь сделанное лицо полностью просто полностью сделанное лицо натянутая верхняя губа чуть ли не поднос значит вот можете представить вот вот санитарка там до во второй мировой вот посмотрите велико отечественного же там это же вообще просто это 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 просто жесткость какой знаете чем дело и значит многие написали что пишут ольга бузова выложила в сеть ролики фотографий на которых она одет в военную форму однако не с макияжем не с маникюром не с дорогими ювелирными украшениями девушка не рассталась даже ради съемок то есть она на фоткалась и выложила фотки гимнастерки полностью вся так сказать тогда с макияжем безумным маникюром и с ювелирными украшениями это видимо так действительно санитарки второй мировой войны или там солдаты девушки которые во второй мировой великой отечественной войне участвовали да они действительно так выглядели да с ее с ее точки зрения но это просто вообще надо было мне так знаете вот может быть конечно меня кто-то судит за эти слова но мне так и хочется взять и и лицо помыть вот просто помыть лицо чтобы он был нормальная обычная естественная девушка красота когда вот пять килограмм тонального крема и еще шесть килограмм значит каких-то вот этих всех теней всего там подводок это просто вообще это но но это вот эти вот как будто это кукла кукла вот натурально на вкус и цвет как говорится нам мне как-то так кажется пользователи соцсетей были удивлены просто возмущены и даже вполне приличествующая поводу подпись книгу показалось фальшивой но подпись такая же что мы защищали родину мы навсегда храним наши слова-то хорошие вопрос в том что написано бузова сама рассказал что instagram ведет чуть ли там не целая команда людей потому что для них это бизнес 20 миллионов подписчиков можете представить да каждый пост стоит огромных денег там за миллион рублей выходит ценник свыше миллиона рублей поэтому безусловно для них это ведение инстаграма это прям целый фото сет реально они сделали там это но можно было уж снять можно было уж без макияжа там снять эти свои бриллианты там не знаю золото но зачем это самое интересное что подписчики сами подписчики ее же припомнили бузовой неудачную шутку с вырезанием тарелка это заявила яблокадница помните это все это просто дикий случай когда она вылизывал тарелку и значит написала яблокадница ну типа что она ее так вылизывает полностью языком что как бы такой образ что блокадницы недоедающего человека но это же просто кощунство и вот сейчас 9 мая люди припомнили принять в чем дело значит многие начали интересоваться каких-то пор медсестры на войне носили золотые браслеты серьги а также длинные ногти с маникюром вот это вот нарощенные ногти вот эти я просто для меня это вообще это это просто мне кажется это знаете вот когда на девушке все в меру когда все вот натурально ну там макияжа минимально вот когда вот знаете человек красив таков как он есть нас бог сделал разными для того и разными сделал чтобы не каждая себе сделал одинаковые губы как штамповки принятия чтобы человек был уникален кто-то худой кто-то толстый кто полного телосложения или толстый даже там как противопоставлением худой толстый там высокий короткий там не знаю то есть мы все разные понимаете и красота каждого вот индивидуальность каждого посмотрите фильм великолепный король говорит да колин фёрф там снимается и джеффри раш и мне очень нравится фильм там есть король говорит я напомню это значит великобритании король георг 5 по моему он очень заикался и нужно было произносить речь когда как раз война началась с германией и он познакомился вот с логопедом так скажем у него такой свой курс был который укреплял здесь мышцы и так далее все это влияло на возможность говорить там пропивать какие фильм очень классный король говорит и в одном моменте король идет и рядом остановится черчилль а черчилль у него тоже был дефект речи и вдруг поворачивается как бы колин фёрф вода который играет короля георга 5 он поворачивается и говорит что у вас тоже что ли там какие-то проблемы с речью и черчилль говорит только со временем я говорю там такой тучный же немножко был да немножко тучный было и актер также подобран и он курит сигару курение алкоголь вредит здоровью он курит сигару курить и говорит что я только со временем понял что мои недостатки это и есть главные достоинства ну то есть вот такая-то картавость и тут король как бы тоже задумался понимаете что на самом деле вещи которые нам кажутся там в подростковом возрасте которые отличают нас от других кого-то например худые ноги кто-то картает кого-то там не знаю грудь маленькая там или большая сильно там или там кто-то косоглазие там еще что-то придет это палец там не знаю там может быть какой-то мально то есть разность какая-то и в юности в детстве особенно там школе он много комплексов там какие-то вот особенность но самое главное что мудрый умный человек вот черчилль это один из умнейших людей до 20 века значит да и вообще в принципе мне кажется человечество можно сделать сотни умеешь клей черчилль войдет туда и эти человек говорит с годами я только понял что это мои достоинства то есть те вещи которые нам кажутся отличика что нас отличают от других людей выделяют нас это и есть наши достоинства их и нужно использовать свои конкурентные преимущества а конкурентное преимущество это то что вас отличает от других людей знаете поэтому не нужно быть на кого-то похожим накачивать себе губы если так все делают мне больше всего поразило когда все стали делать самоизоляцию подушку на ремне до прикрываясь подушкой и ремень и все девки эти знаменитости начали эти выкладывать фотки эти индивидуальность кто-нибудь взял бы хотя бы не подушку на время не знаю там а ну хотя бы одеяло понимаете ну вот ради ради того чтобы сделать не как все уж если хотелось тебе прикрыться там чем-то одним или там плед какой-нибудь принятие то есть вопрос в том что просто нужно быть собой вот и все и самое главное если вы себя любите то и другие люди будут к вам относиться уважительно если вы не будете любить себя не будете любить свои какие-то еще раз что преимущества недостатки даже если человек вот до того особенный что он на инвалидной коляске вот подростковая среда на очень агрессивно подростки кто-то есть кто уже там дозрел там в основном могут подкалывать могут говорить какие-то гадости мы вот взрослые подумаем ну как можно ребенку в инвалидном кресле что-то говорить да а я был свидетелем как подростку такому дети такие же подростки говорили такие вещи которые вот мне казалось что он просто но просто можно не пережить а это дети подростковая среда не очень агрессивны они ничего не могут сами по одному да они могут только там 20 человек вот а там чморить своих же там одноклассников там или одноклассников на первых курсах там 1 2 они могут да поэтому это агрессия она в основном еще а когда они кучкуется вместе вопрос весь в том что значит даже если человек в инвалидном кресле это все равно его преимущество это его трагедия боль но преимущество вот с таким мышлением что любой недостаток как кажется недостаток это конкурентные преимущества это отличает вас от других людей вы можете так сказать ну вот это совсем другой как бы подход да значит и соответственно знаете как есть такая фраза есть ожидание и предвкушение это же разные совершенно вещи они в принципе обозначают одно и то же промежуток времени когда наступит какое-то событие но таймительное ожидание какие эмоции вы испытываете в этот момент ощущения не очень приятный как-то ждать и догонять говорят да тяжелее всего бабушку это говорил вот ждать или предвкушать предвкушать это радостное ожидание такое знаете это тоже ожидали но с оттенком радости не с оттенком какого-то груза ожидания поэтому надо использовать свои конкурентные преимущества то что вас отличает от других и не ожидать ничего не ждать а предвкушать все будет совсем по-другому все короче у нас вот здесь в общем вот такие дела поэтому многие знаменитости использовали этот праздник просто-напросто абсолютнейшим образом как мне кажется не по назначению в плане я имею ввиду вот этих вот своих видеозаписей для подписчиков инстаграме и как мне кажется все зависит здесь еще от степени интеллекта все-таки были люди которые говорили и слова хорошие и все было понятно людям но все зависит еще раз говорю от степени интеллекта вот поэтому если кто-то снимается делает там в белой сорочке земля падает и выставляет геолокацию канны то все понятно если кто-то делает 7 тонн значит макияжа и бриллианты и золота на себя и не понимает что так не делали девушки в войну военное время тоже все понятно по крайней мере мне с вами будут да гришна подписываться на канал кому интересно всем пока ребят до встречи